Сегодня «Спутник» круглый год принимает гостей со всего мира. Сюда приезжают более 16 тысяч человек в год отдохнуть и восстановить свое здоровье. Организуются семинары, конференции, а также проводят подготовку профессиональной футбольной клуба и национальной сборной России. «Спутник» – это одно из знаковых мест, одна из таких визитных карточек нашего города. Это то, что делает наш курорт привлекательным, то, что делает наш курорт популярным. Празднование юбилея «Спутника» совпало с Днем медицинского работника. Перед торжественной церемонией гости на тематической выставке могли пройти экспресс-диагностику сердца на кардиовизоре, проверить состояние всего организма на тепловизоре. Он позволяет распознать симптомы более 150 болезней на самых ранних стадиях. Все желающие могли получить консультацию специалистов, узнать о пользе йоги и правильного питания, попробовать фито-чаи. Ежегодно на базе медико-восстановительного центра «Спутник» проходит санаторно-курортное лечение порядка 5 тысяч человек в год. Медико-восстановительный центр, в котором работают 57 лучших специалистов города Сочи. Почему говорю, что лучших специалистов города Сочи? Потому что большинство из них – это врачи-сумместители. Они успевают замечательно работать и в городских клиниках, и в учебных учреждениях, и в нашем санаторном комплексе. Главным событием праздника стало награждение руководителями администрации города Сочи и Хостинского района, городского собрания лучших сотрудников. Из них 17 человек – это медицинские работники. Всем были вручены памятные юбилейные фотоальбомы. Особым гостем праздника стал протоиерей Дмитрий, настоятель храма святителя Иоанна Златоуста. Он вручил грамоту от Православной Церкви коллективу «Спутника». Я со своего детства помню «Спутник» и даже эмблему этого «Спутника». Самое главное, что осталась не только эмблема внешняя, но остались люди, осталась та душа, то, что было раньше, осталось и сегодня. На этом праздничные мероприятия, посвященные юбилею «Спутника», не заканчиваются. В августе в комплексе пройдет фестиваль «Лето – это маленькая жизнь» с концертом известного барда Олега Митяева, приуроченном к 55-летию «Спутника». Продолжение следует...